Добрый день! Мы на этой неделе читаем недельную главу Моасей. Переходы. Начинается наша глава этими словами. Вот переходы сынов Израиля, вышедших из земли Египта по своим ополчениям под руководством Маше и Аарона. И Маше записал название мест, из которых они отправлялись в переходы по велению Бога. И вот эти переходы из места отправления. Они отправились из Рамзеса и так далее, и так далее. И основатель хасидизма, выдающий знаток сокровенного учения, то есть кабалы, раб Исраиль Балшимтов, он умер в 1760 году, он учил, что 42 перехода во время странствия евреев по пустыне соответствуют 42 этапам жизненных странствий человека. У каждого есть свои 42 перехода, нужно только присмотреться. Этот путь начинается с рождения, подобно тому, как исход из Египта означал рождение еврейского народа. И подобно заключительному переходу евреев в пустыне, заканчивается путь каждого из нас, последним путешествием в страну обетованную, только духовную, в ту жизнь, что наступает после окончания жизни земной. А евреев в пустыне, земля обетованная, страна обетованная, означало землю Израиля, естественно. Несмотря на то, что некоторые из промежуточных этапов путешествия евреев по пустыне сопровождались промахами и неудачами, тем не менее, в целом их продвижение по духовному пути несли в себе святость и позитив. И важно на это обратить внимание. Когда выбираем между добром и злом, мы принимаем правильное решение. Нам на деле удается прожить эти жизненные фазы в соответствии с желанием Творца, и жизнь наполняется светом. Если, подобно нашим предкам в пустыне, мы иной раз ошибаемся в выборе, то такой этап для нас знаменует временную неудачу, и это будет более темная полоса нашего жизненного пути. Но даже неудачи можно трансформировать в позитивный опыт духовного роста. Что хочет нам сказать Балшимтов, что каждый этап нашего жизненного пути, которых у нас у каждого 42, мы попали в каждый этап, мы попали не случайно. Таков план Всевышнего, он уготовил нам набор жизненных обстоятельств, чтобы пройдя каждый из них и получив соответствующий жизненный опыт, мы стали сильнее, поднялись на новый духовный уровень. Каждый этап – это ступень подъема. Так нужно относиться к нашим жизненным обстоятельствам. Но чтобы это был подъем, нужно стремиться принимать правильные решения и проживать эти жизненные фазы в соответствии с желанием Творца. Это важно. Но еще важнее, чтобы даже ошибки в выборе нам на этом пути, также понимать, что это есть опыт, и нужно на них учиться, делать правильные выводы, и тогда они становятся позитивным опытом духовного роста. Но только учиться, только делать выводы, только смотреть, как мы говорили, оценивать, что произошло, почему и для чего. И тогда они становятся позитивным опытом духовного роста. Один из самых ответственных периодов в еврейском годичном цикле – это время Бейнам и Царим, между Теснин. Этот период в течение трех недель между 17-го Томуза до 9-го Ава, в котором мы сейчас находимся, в котором мы скорбим о разрушении Иерусалимского храма и в последующем ему изгнании. И мы снова и снова задумываемся о высказывании мудрецов, что каждое поколение, при котором храм не отстроен, считается поколением, при котором он разрушен. И хотя мы не раз говорили, что храм мы должны строить даже в душе, а храмовое служение актуально и в наши дни, это не может заменить выполнение заповеди Торы, которое приписывает построить каменный храм в Иерусалиме буквально. И как скоро произойдет это, зависит от того, как каждый из нас пройдет свои 42 перехода, делая правильный выбор, взвешивая и направляя каждый свой шаг в направлении желанным Всевышним. Часто только по этой одной причине. Не потому, что другое направление нам не нравится, а потому, что это путь против его желания. А есть всего два направления, к нему или от него, и выбор между ними называется настоящим выбором, то есть именно в этом заключается истинная свобода выбора. Мы уже много раз говорили об этом. Но важно понять, что этот период, Бейна Мицарим, это не только траурные дни, это еще опасные дни. Все началось тогда, когда 9 ава, через три месяца после нашего выхода из Египта, вернулись разведчики и принесли правду о земле Израиля в негативной форме. Народ испугался, плакал, и тогда Бог сказал, как сегодня вы плачете, хотя у вас нет причины, так вы в этот день будете плакать, но только у вас будет причина. И с этого момента, в этом период, на протяжении всей истории еврейского народа случались самые тяжелые несчастья. Самое главное из них – это разрушение первого, а потом и через 480 лет второго храма, которые оба были разрушены именно 9 ава. Но это были не единственные последствия такого постановления Всевышнего. В этот период происходили многие и многие несчастья в еврейском народе. Погуглите, и вы увидите весь список. И объясняют наши учителя, что в результате того постановления Всевышнего в эти дни силы зла стали особо сильными. Именно это и объясняет то, что в эти дни случаются самые тяжелые несчастья. И поэтому законы траура, которые мудрецы постановили соблюдать, это еще способ уберечься от опасности. И это понятно, ведь на примере управления времени мы можем понять и в целом степень влияния постановления мудрецов на систему мироздания. Всем известно, существовавшая ранее процедура определения, в какой день будет рушходыш, первое число нового месяца. Мудрецы Высшего Равинского Суда Израиля, Сангидрина, заслушивали показатели свидетелей, которые видели новую луну. Какая она? И приходили сообщить об этом в храм. Далее все законы духовных миров работали в соответствии с этим установлением. То есть, например, это месяц Ниссан. В нем есть праздник Песах. Законы Песаха вступали в силу 15-го Ниссана. Понятно, без всяких туда-сюда. Но в какой день наступала 15-я Ниссана в этом месяце, зависело от того, в какой день мудрецы назначили первое число. То есть, если они назначили первое число не на вторник, а на среду, то и 15-е число сдвигалось на один день. И духовные законы Песаха вступали, соответственно, на день позже. Такова сила. И это называется то, что еврейские мудрецы управляли временем. И это иллюстрирует это огромное влияние, которое оказывают постановления мудрецов на систему мироздания. Так же и тут. Мудрецы определили законы этих дней между 17-м Томузой и 9-го Ава, днями Траура. Нарушение законов мудрецов всегда влечет за собой реакцию злых сил. А в этот период, когда силы зла имеют особую дополнительную силу, полученную ими в результате того постановления Всевышнего, их реакция на невыполнение законов этих дней особенно сильна. И получается двойной эффект. Законы, установленные, чтобы уберечь нас от опасности, а не соблюдение законов, навлекают особую опасность из-за особых злых сил в эти дни. Навлекают на нас, на каждого на нас лично. Говорят наши мудрецы, не время радости сейчас. И поэтому воздержитесь от всего, что приносит или связано с радостью. Не слушайте музыку, не стригите волосы, не делайте серьезных приобретений. Дом, машина, костюм, платье для жены. Чем ближе 9-го Ава, тем силы зла еще больше и больше усиливаются. Мудрецы говорят, с 1-го Ава, не ешьте мясо, не пейте вино. Ведь в Талмуде сказано, нет больше радости, чем в мясе и вине. Каждый мужчина это знает на себе. Даже мыться для удовольствия мудрецы на запретили, начиная с Рошхо-де-Шаф. И все эти законы, это не какие-то там ритуалы траура. У нас вообще не бывает просто ритуалов. Законы траура имеют глубокий смысл и связывают человека, потерявшего близкого, с душой ушедшего и направленный помочь этой душе подняться ко всемышнему. А сейчас законы траура имеют много разных предназначений и смыслов. И один из них – уберечь нас от усиленного влияния сил зла в эти дни. Но и это не все. Это дни, которые без музыки, без больших радостей, без удовольствий, без особых развлечений самое лучшее время задуматься о прошедших днях года и о своих поступках. Буквально почти в тишине и в спокойствии. Написано в древней книге Талдот Адам более древнее название – Сефера Айашар – книга прямого или праведного. Это анонимное сочинение неэтического содержания, видимо, где-то 13 века, оставшееся в средние века одним из популярных. Более позднее название Талдот Адам или История Адама или Диврей Гайэмим Длинная хроника. Так вот, в этой книге написано, что 21 день Бейна Мицарим между 17 тому за 9 соответствует 21 дню, ровно этому количеству, дней суда от Рашашана до Шмини Ацер следующий восьмой день после праздника Сукута. И тот, кто удостоится исправить, написано в книге, себя в этот 21 день Бейна Мицарим уже может не бояться дней суда и наоборот 21 день от Рашашана от Шмини Ацер станут для него днями милосердия, покоя, значит, радости. Рабейн Убахья, большой раввин, каббалист, живший в городе Сарагоса в 11 веке, он добавляет, в переч 42 переходов заключены тайны, связанные с окончательным избавлением в конце времен. Ведь, как предсказывали пророки, конечное избавление будет во многом повторять исход из Египта. И потому, как в течение 40 лет сыны Израиля странствовали по Синайской пустыне, они будут блуждать по пустыне народов перед переходом Машиаха, как написано у пророка Ихескеля, «И выведу вас из народов, и соберу вас из стран, в которых вы рассеяны, сейчас рассеяны, и приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами, как судился с отцами вашими в пустыне при выходе из Египта, и приведу вас под Скиперетром, и введу вас в узы завета, и выделю вас из мятежников, отступивших от меня, и узнайте, что я Бог». Это вот то, что будет происходить и вот уже близко. Как мы видим, мы уже так рассеяны, нас еще и согнали с наших мест, и уже некуда деваться. И то, что говорит пророк Ихескель, его пророчество подтвердилось уже во многом на разных этапах во втором храме. Так вот, это обязательно произойдет. И дай Бог, чтобы помягче это все произошло. Пусть удостоимся мы милосердия Всевышнего, нашего скорейшего собирания в земле Израиля и строительства Третьего храма с приходом царя Машееха. Я желаю всем прохава и отслаха, хорошего окончания дня. И остаемся и дальше в поисках смысла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok